Добрый вечер! Это вечерний покер! Давайте вспомним, кто борется сегодня за победу. Основатель бренда косметики Супербанка Мария Командная. Ну как так может карта не идти? Я просто не понимаю. Программист, большой любитель покера Батор Дашиян-Жибон. Актер, музыкант, композитор Алексей Кортнев. Запомнить не могу, смотрю и тут же забываю просто все в секунду. Автор популярного ютуб-канала с экстремальными экспериментами Габар. Я пытался изобразить короля просто очень сильно. Украсила рекламу Билайн и связного Екатерина Хамчук. У меня меньше всех уже, да? Предприниматель, основатель строительной фирмы Дмитрий Копыл. Семерка есть, это уже почти оболоненно. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А мы тем временем начинаем. Вечерний покер. Ну что, вчера была среда, сегодня понедельник. Точнее четверг, если вы смотрите в прямом эфире или в день выхода. Второго выпуска этого состава. Давайте-ка я сделаю рейс до двух. Рейс 2000. Кол. Кол. Пас. Пас. Кол. 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 Первый отрезок прошел для всех вполне удачно, кроме Марии, которая очень неплохие полублефа проворачивала. Ну, несчастный случай для него произошел в раздаче против Алексея Кортнева. Две пары в две пары. Бет четыре. Пас. На ривере Алексей еще и до фулл хаус усилился. Ну, а здесь сетс флопа. И у Екатерины есть основания заплатить. Если бы у нее хотя бы одна пика была, то точно не выбрасывается. Но у нас две карты старшей доски, гадшот на стрит. Но хотелось бы хотя бы короля треф еще иметь. Тогда уж точно без вариантов. Окей, пас. Пас. Пас так пас. Осторожный пас. Но Алексей играет довольно-таки спокойно. Поэтому, если сделать поправку на более сильный диапазон ставки продолжения, то можно сказать, что вполне дисциплинированно и логично здесь решение Екатерины. Ой, простите, пожалуйста. Слишком хороша была. Да, не хотелось. До следующего раза, да? Оставим. Ну, в прошлом выпуске невозможно было вставить ни слова. Я думаю, многие этому даже порадовались. Сейчас, я думаю, ребята тоже раскачаются. И девчата. Семерка идет к победе. Тройка, семерка, туз. Почти. Почти. Не все доски с тузомы должны лидить блайнд на блайнд. Но такие сухие вполне неплохо. Может было и меньше поставить. До того пульс, она была тройка, семерка, туз. А деньги выиграли трое, ухлаяши. Это типа как он солью посыпал. Да, 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 да. Хорошая. Пас. 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 Да, е-мое. Кол. 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 Тоже чек. Нечасто мы видим здесь фэмили поты. По-моему, одна, максимум две раздачи за первый час присутствовали. Я чек. Чек. Когда все просто уравняли большой блайнд. Чек. Чек, чек, чек. Туз. Чек. А ты не уйди. Для себя или для других просят? Для других, конечно. Откуда? А что, туз, я позже рейдил. 18 тысяч захлопал. Чек, чек, чек. Туз. Здесь Марии-то надо было подставить, кстати. Чек. Позиции. Я не чек. Я буду рвать и метать. Опа. Три. Три тысячи. Прямо, прям, вот. Прямо три. Три. Ну, а здесь как раз Марии лучше выбрасывать. Смотрю. Я пас на девять. Я пас, пас. Пас. На девять-десять должны посмотреть, да? Да. Открывайте карту. Туз. Девять-десять. О, пара с тридцать. Ань, сама. Ну, не жалко. Согласился? Не жалко. Не согласился. За три тысячи посмотреть на Астрид приятно. Согласен. Билеты нашел. Угу. Угу. Что-то пульс у всех подскочил. Так я вам Астрид показали. Все возбудились сразу. У меня тоже подскочил, смотри, шараш. Мне кажется, Дмитрий йог просто. А, Дмитрий абсолютно правильно назвал руку Алексея. Просто браслет не работает, вот и все. Ну, и тоже определенное подтверждение, да, того, что там Екатерина правильно выбрасывала короля валета. Запомнить не могу. Смотрю и забываю просто. Сидосово. Хотя блефов хватало от Алексея. Рейс четыре. Нельзя сказать, что он строго по карте играет, собирая комбинации. Пас. Так. Пас. Кол. Кол. Серьезный банк. Сколько это? 12 тысяч? Даже больше? Да, ну, Марии опять же нужно было делать перестановку более крупного размера, но если она говорит, что не так давно ее подсадил. Ваше слово. На. Чек. Три. Покер Паша занозен, активно она играет последние две недели, то все равно очень талантливо. Ну, раньше всех сегодня домой поедут. Ну, Алексей здесь понятно заколировал две тысячи. Мария переставила четыре. И на флопе он поставил первым, имея две пары. Мария выбрасывать не может. У нее все-таки оверпара. Здесь могут руки типа 8-7 найти, 7-6, 9-7, 6-5, 6-4. У Екатерины простой пас. У Екатерины простой пас. Ну, жалко такая красивая. Ну, если вы на флопе платили ставку 3 тысячи в куда меньше банк, то здесь, разумеется, мы тоже не выбрасываем. Рейзить не можем. Играем под контроль, сохраняем небольшой размер банка. И отличная карта на ривере. Ну, что, 5. Для Марии. Ой, моментальный пас. Ну да, закрылся флэш. Карты, пожалуйста. Закрылся раньше стрит, но Марии, может, было бы подумать. И семеркой, и сердечки. Да нет, это же джекпот. А у меня карманная пара на валетах была. А у меня тут замочек. А там стрит был, да, получается? Не знаю, мне же не важно. Это рука неубиваемая. Две пары, да? Да, причем у вас. Три пары. Ну, три пары. Это еще до флопа был рейс. Но вы бы меня сейчас забыли. Нет, не было рейс. Вы бы меня обыграли. Две, потом четыре тысячи. Потом четыре тысячи. У вас же были вальты. Ну, и там две девятки. У вас две старшие пары. Мария поднялась в четырех. Улетели бы. Пара валетов была? У нас встали столько всего. Алексей? Простите, да, я тут забыл. Это самое запутки. Да, Алексей здесь не понял, что она имела в виду. Там столько фишек просто. И что за две пары? Что надо тысячу поставить? И что за маленький шок? Кошка. И почему его там про себя Дмитрий назвал сынок? Он там спрашивал у разных и отводит глаза. Ну, в целом можно понять пас на ривере Марии, потому что и флэш закрылся, и стрит закрылся. Но у нее две пары были бы старше. Пас. Вот где фишки. И вот и все, вон они там растут, растут, растут. Такой, двойку и тройку скинул. Где дама была? Ты что, пара валетов? Да. Это же классно. Двойки, тройки, я не играю. Там был стринг, там флеш на столе был. Ну да, там очень много было комбинаций, которые приезжали сразу же на фаршевики. А я полез, потому что у меня сразу с флопа, понятно, пара, да? Но вы меняли. Мари. Но не в этот раз. Не в этот раз, да. Ну, кстати, вполне достойно Алексей разыграл. Флопы, терн, терн. Единственное, побольше лучше было поставить. Ривер может было уже свою руку в блеф превращать. У нас ряд блокеров на фулл-хаусы. Но другое дело, что в этой игре флеш все равно никто не выбросит. А результат получилось, что Алексей выбил две пары старших. Насрочно что-то выбирать. Мария, девушка, которая привыкла работать в прямых эфирах, ценить время, уметь все сообщить за отведенные 3 минуты, обычно максимум на репортаж. Чек. Ну, правда, Мария больше в статусе ведущей работала, но подводки еще короче. Чек. Больше 30 секунд у нас только Дмитрию Губерниеву было разрешено. Большие слова. Чек. Хотя Илья Трифонов тоже может большие опусы посвящать тому или иному событию. Так. Я думаю, Дмитрий поставит. Потому что рука недостаточно хороша для того, чтобы играть чек-колл, но все-таки какой-то эквити есть, дама бы в его глазах проявила себя. А пятерочку мы, кстати, можем выбить. И выбьем наверняка, потому что там еще и Алексей есть сзади. Плотная ставка, банк. У нас тут 4 червовые. Идти ловить горшот. Я тоже пас. Пас. Паде. Овчинка в иголке. Я думаю, было, Дмитрий. Прис-минус. Я внутри. Овчинка в иголке. Тысяча. Паде-то что? Тысяча. Не придумал смешную шутку. Что-нибудь быстрее. Все. Время закончилось, да? Тайм-банки вводить надо. На шутки. Тоже не придумал, как ФД расшифровать феерическое. Спасибо. Да. Все неприличные слова в голову лезут. У нас здесь программа не такая. Мы как раз хотим, чтобы Габар показал ее своим близким. Помните, он в интервью говорил, что стесняется что-то выдавать. Автор творит стрэш-контента и где-то и мат употребляет. Алексей? Чек. Чек. У нас приличная детская передача. Чек. Чек. Пусть и в категории 18+. Но у нас же игра не на деньги идет. Я не раз слышал мысли о том, что в школе можно где-то и покер было бы преподавать в Америке, потому что игра помогает и считать, и мыслить, и проявлять интуицию, и читать соперников. Но единственное, что обманывать здесь надо. Однако в жизни, если это назвать словом «блеф», а не «обман», тоже нужно. Ну да. Хорошо, что не доехал, а то бы мы еще с вами... И я бы вам проиграл все тут на столе. Отлично. В смысле хорошо, что ли? Ну, мне хорошо, да, во мне очень. Да, согласен. Да, легла бы сейчас крестушка, и мы с вами начали бы... Очень красиво. А у всех были крести? Ну да, у нас было по две крести, только у меня младшая. Поэтому она и не вышла, потому что они у вас все выглядят. Ну да, логично. Смотри, я 500. Спасибо. Да, согласен с вами, друзья. Ютубы-зрители, конечно, когда все игроки за столом имеют определенное представление о покере, несколько продвинутые, скажем так, все смотрится гораздо динамичнее. Рейз 2,500. И вот, смотрите, залимпил здесь Габар двух валетов. Екатерина Туз-9 разномастный, если разыгрывает, то, конечно, лучше рейзом. Заплатил Алексей. При рейз 10. Я вот так не умею играть. Еще более хороший, да? Не знаю. И вот здесь ловушка захлопнулась. Классный лимприрейз. Классный по размеру этого рейза. А почему пас, если у тебя хорошая карта? Ну аж если там еще лучше. У меня не самая топовая, но неплохая. Да, Габар шарит, так что спасибо ему. Червовой. Червовой. За то, что сам добровольно к нам пришел. Насколько в своей тарелке ощущаешь себя? Огромный, просто широчайший диапазон рук. Я понимаю, что играю на бесплатные фишки. И мне вообще просто по кайфу. Я захожу на все. 8-2. Иду. Это мое преимущество сейчас, я считаю. Поглядываешь свой пульс, пульс соперников. Какие-то закономерности, может, уже подсмотрел? Слушай, ну у меня, мне кажется, не соответствует реальности. Потому что, когда я прям реально нервничаю, я это ощущаю. Такие моменты были пару раз. И там он показывает 50. Ну то есть, поэтому закономерность. А у других вижу закономерности. Ну мне кажется, человек, который сутки пролежал в гробу, 50 это вполне нормально. Да, я пытаюсь умереть во время игры. Ну, сейчас по ощущениям. Есть ли уже какая-то такая спортивная составляющая и желание выиграть? Да вообще круто. Да, конечно, хочется. Но а кто приходит играть просто и играть? Таких нету. Я думаю, все, даже если не говорят, хотят выиграть. Я просто не говорю, что хочу выиграть. Пара гнидых, пара гнидых, так сказать. Да, стекты меньшают. Это не очень хорошо. У меня меньше всех уже, да? Посмотри, у меня одна осталась. Девочки обижают, получается, за столом. Ничего, ничего. Обижают девчонок. Кто же тебя обижает? Сама 2 500 даешь. Могла бы тысячу сыграть. Может, кто-то хорошее император. Тысячу сыграл? За тысячу сыграл, а он бы не зарейзил. Ваше слово. Ну а хорошую карту как? Пас. Ну вот, идешь. Пас. Пас. Там бы и ты зашел, или кто-нибудь еще. Пас. Пас. Нет, нет, у меня плохая была. Пас. Да ё-моё, семерка есть, это уже почти я волыни. Ту-7, это вообще неубиваемый нац. Такие нельзя выбрасывать. Рейс 3 500. Так. Нарваться, да? А я в него верю. Ну, с Ту-7 и лимб-кол играем спокойно. Блайнд на блайнд. Сейчас не будет синий. В смысле? За чем я зашел туда? И все скинул. Да не может быть. Где же ты, уродненькая? А кажись, здесь рука типа 9-8. Делкается левая щекаря. Мы бы увидели чекрейс, а Дмитрия, потому что на доске, где две карты ниждевятки вообще, по ГТО нужно часто играть чекрейс, блайнд на блайнд. Борются, они не играют, они борются. А ну, когда наш соперник изолировал. Но у нас еще в руке Тусма, просто элементарно можем быть старше. Семерка хорошая, рука здесь потерну. Часто пойдут у нас какие-то катшоты хотя бы, а то и двусторонки. Ну, где же ты, 7? Ну, ривер чек-чек будет, потому что много королей в диапазоне и вэлью Баттера, и защиты Дмитрия. В итоге кикер плейс. Девятка выигрывает. На пус 9-3, нормально ты заходишь. Ну, а как не заходишь, какую карту, да? Все было по-честному. Да, вообще, действительно странно. То есть, обычно, вот я, поскольку я играю дома, то стоит какой-нибудь квалт на кухне, кто-нибудь выпивает обязательно. Здесь собака сидит и смотрит, так дадут ей пожрать или нет, хотя еды на столе нет. Просто пока не выпиваем, понимаешь? Да, ну, а про это уж я вообще молчу. Там быстро все ускорится. Я лично жду, когда вы начнете, чтобы уже выиграть можно. Я специально на машине приехал, хотя не собирался этого делать. Как там пелось? 05-07-033 у меня внутри. Что ждешь? А какая у вас собака? Лабрадудель. Хорошенькая. Это пудель с лабрадором? Да, это пудель с лабрадором, причем это выведенная в Австралии уже порядка 30 лет назад порода, которая официально признана породой. Заодно название, нужно ее полюбить. У меня карликовый пинч. Прекрасно. У меня корди, добрыня. У меня дворняжка, вообще чудесная. У меня француз. А как зовут? У меня Бэмби зовут, ну девочка. У меня беленькая. Я заколировал. Это водка? Меня зовут Бэмби, а у вас? А у меня Бэби. Похоже. Она как Хабиби. Хабиби? Ух ты ж какая. У меня праша. Чек. Недавно завела. Когда слов стал? Был план. Чуть больше года был. Две тысячи ставки. Кол. Чек. 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 Тут дебютка вообще никому не нужна. Семерка нужна. Зачем? Чек. 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 Ну на ривере закрылся флеш еще. Твой котус победа. Но Алексей довольно честно показал, что он не очень радостно платит на флапе. Почему ты с дамой чек? Чек. Может у меня собаки нет? Привет. Вот. А у нас собака, значит, лабрододик. Она рыжая. И мы ее сразу назвали Рэдди. Но она тут же превратилась в редиску. И теперь она Редиска. Ой. Или Редька. Простите. И это название очень идет. Угу. А сколько ей? Три года. Молодуха. Молодуха. Кол. Кол. Пас. Марии, пожалуй, хуже всех раздают. И видно, что ей хочется сыграть. Рейс четыре. Но зато, когда она участвует в банках, чаще всего это происходит с повышениями, чекрейсами. Очень это напоминает предыдущий розыгрыш. Предыдущий опыт был удачный. Ну да. Надеюсь, так не будет продолжаться. Семерка у кого? Если семерка, понятно, у кого. Чергая вылезла опять. Ты посмотри. Где-то с топором, две пары. Чек. Ну, выиграет здесь Дмитрий с ставкой продолжение. Три тысячи, две пятьсот. Что-то такое поставит. Выбивая автофолды. Шесть. Ой. Шесть тысяч. Не угадал я. Пас. Вот так он выигрывает все. Ты только что проиграл сверху. Что это там это? Решил побольше фолдеките получить. Повышение было. То есть тут шестьсот тысяча метров. В смысле не было? То же самое было. Ты пропустила. Нет, ну я не полез просто в ответ. Че, двести. Ну да. Я тут даму тоже был. В предыдущий раз. Тут даму тоже был? Я четыре так же дал. Я пропустил. Ну вот, я что говорю. Вы просто про собак там что-то говорили. Я потеряли голову. Не силен в этом. То же самое. Четыре тысячи дал. Кстати, любопытно, да, что здесь у всех участников собаки. Паттер, по-моему, только ничего не сказал. У Дмитрия нет. Пас. Вроде соотношение людей, которые держат собак и кошек, примерно 50-50. Или я ошибаюсь? Пас. Пас. Ну я тоже. За собак. Ну нам с вами надо сыграть. Все-таки уже. Я все жду, когда вы мне усыпать начинаете. Нет, я в том смысле, что все равно блайнды поставлены. Давайте. И блюз бродячих собак мне гораздо ближе, чем какой-нибудь кошачий вальс. Две четыреста, короче. Две четыреста. Народ готов. Но блюз бродячих собак – это группа секрет. Хорошо. Две четыреста. Хиты в одно время у них были вместе с несчастным случаем. Ну правда, почему были? Они же остаются на все времена. Хотя современное поколение больше что-то про краше слушает. Нет, Катя первая. А, Катя первая. Ладно. Давайте так уже по-честному. Да, простите. Ваше слово. Чек. 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 Так. Что-то явно получилось, но надо считать, что. Рейс, 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 три тысячи. Три тысячи. Что-то у вас получилось. Ничего не получилось. Решила с чего добрать с двоечки здесь Екатерина, но выиграла. После первого часа игры Катя выбежала со словами «Сейчас я расскажу все про каждого, уже все знаю». Хватило времени проанализировать? Ну, времени проанализировать не хватило. Ну, первое, я всегда показываю карты, а они нет. Мне кажется, у них какая-то долгосрочная стратегия, понимаешь, да? То есть, как бы я, вот, пожалуйста, хорошая карта, вот, пожалуйста, хорошая карта, а там молчание в ответ. Я тебе подскажу. Не нужно карты показывать, если можно не показывать. Я вообще за дружбу, за любовь. Карта хорошая. Как мне показать? Два туза. И вот в самом начале турнира тебе ушатали двух тузов. Насколько это было обидно? Насколько сердечко заколотилось, когда ты их, в принципе, увидела? У меня, когда увидела, заколотилось там на 140, наверное, я не знаю, там все видят пульс? Очень высокий был пульс. Я не ожидала, что у него две пары. А он такой тихий, аккуратненький, тащит свои две пары. Я что-то офигела, честно скажу. Ну, ты после этого не перестала зажиматься? То есть куда-то попало, ставлю, попало, ставлю. Даже по второй паре. Было и такое. Ну, вторая пара, например, с тузом, если у меня с королями, там, король 8 я уже сбрасывала, какие-то такие вещи. То есть вторая пара, там, туз-4 я разыграла. Да. Думаю, а вдруг туз придет. И все сбросили, еще и мультибанк поставила. А, нормально. Но у нас как бы еще много фишек пока что. Еще есть возможность что-то дождаться, поиграть и так далее. Так или иначе, в живом покере ты все равно пока новичок. Насколько вот так вот в своей тарелке, на таком экшене, на таком классном столе, с дилером, с профессиональными фишками? Да, команда классная. Ребята веселые. Нет такого, что все сидят в серьезной покерфейсе. Ну, там Дмитрий иногда включает вот эту свою серьезность фирменную. А так нет. Очень весело, очень прикольно. Я прям расслабилась. Первые 20 минут я немножко такая так-так-так-так-так. А потом нормально. Потом вообще весело. Стол классный, дилер очень хороший. Мы с ней обмениваемся взглядами. Я это... Не работает. Да. С Яной ни у кого не работает. Александр Мостовой, помню, больше всех старался. Не, им за большой бланк не ставить. И все время вылетал бэтбитами. Неплохая карточка была бы в концерах. Вот Илья Трифонов, который сейчас нас смотрит в этой коморке. Ну, как так может карту не есть? Я просто не понимаю. Спасибо. Я тоже не понимаю. А он бы мне сейчас ответил. А с хорошей карты все могут. Так, что у нас происходит? 2-4-0. 2-4-0, Рейса, Дмитрий. Что ж ты будешь делать-то? У вас сыгранная пара. Спасибо. Команда. Согласился. Кстати, Илья Трифонов мне раньше скидал раздач. Сейчас уже, наверное, круче меня играет. Поэтому ему неинтересно мое мнение. Один семерка. Чек. Следующий в колонии. Опять какой-то сбой в программе. Сбой примерно 3 тысячи. 3 тысячи. Но вот как раз я не помню, чтобы Илья жаловался на то, что карта не идет. Один раз можно. Должен же проиграть в конце. Когда вы так говорите, вы всегда выигрываете. Илья всегда интересно было, оптимально сыграл или нет. Но я думаю, Дмитрий уже присмотрелся, что Алексей, если нехотя платит, и каждый раз говорит, он честен. Поэтому жду второй баррель от Дмитрия. Да. 8. Не полезу. Профессионал все-таки все видит. Я думала, у вас там две десятки. Ну как так серьезно. Две десятки. Две десятки. Ну жевалы не были бы. Ну да. Я думала, обмануть. И все себе забрать. Что-то правая часть стола под утихом. Ого. А где она вообще? Осознали реальность. Дошло? Да. Фишки где я? Я отполню, у нас Михаил Гребенщиков любил делать вид, что у него ничего нет, когда у него очень сильная была. Алексей Кортнев, который, кстати, далеко не в одной картине принял участие. Очень много, вы знаете, они с квартетом и замечательных вареньей дарили различным зрителям на различных площадках. Ну вот Алексей никакие здесь творческие приемы не применяет. Максимально честен. Я не хотела, я не промочила. Алексей, конечно, не катит карту, но я пойду. Надо флоп смотреть. Там разберемся. Там, может, и пойдет. Можно поспал, пожалуйста? Нет, если две семерки, то точно моя. Ну, любопытно, хотел Габар делать рейс или нет? Скорее, да. Это недостаточно сильная рука, чтобы лимб при рейсе играть. Но, в принципе, можно и за лимб зайти. Очевидно, на рейс выбрасывать он не собирался. Восьмерки. Король хай-флопы мы играем от ставки продолжения. Чек. Для меня этот чек несколько удивителен. Равно как и ставка 10 тысяч в банк 12. И она, я думаю, сейчас поставит в тупик Дмитрия. Мы вроде префлоп-агрессор, вроде доска за нас, но мы не поставили кантбет, у нас неплохие бэкдоры. Ну, в серьезных турнирах в больших банках считается, что лучше помолчать. Но здесь у нас абсолютно дружеский состав, и Мария абсолютно органично здесь со своим диалогом вписалась. С королем сплакнул, мне кажется. С королем он никогда бы не скинул. Я пытался изобразить короля просто очень сильно. Какой же там король? Тут 10 было. С королем. С королем я бы сейчас счастье испытывал. Причем не поддельное. Я бы думал, куда же ты 10 тысяч? Малыш. Малыш, да. Малыш. Запатентовали малышу. Пас, пас, пас. В восьмерке хорошая была, кстати. Хорошая, да, даже была. Что у нас, 1200 кул, да? Кол. Я поставлю 2400. Рейс 2400. Наконец-таки джокеры пришли, ё-моё. Все граждала. Кол 2400. Не, не, у меня. У вас слабая, у меня джокеры. И опять Дмитрий честно называет свою руку. Кол. С первой передачи еще отмечали. Семерка – самая сильная карта. Семерка всегда побеждает. Вот. В смысле? Так и значит. Семейный пот. Двое только отбились от семьи. От четверо. Здесь Дмитрий честно сказал, что у него джокеры. Обратит ли кто-то на это внимание? Где вы этот? Вот. Да где же мой топорик? Чек. 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 Топорик, где ты? Топорик. Не пришел. Продолжает, активно расскажет, что ему нужна семерка. Пятьсот. Три пятьсот. Ну, у него, может быть, лучше рука. Две пары. Кол. Кол. Не выбрасывает. Три пары. Баттер. Пас. 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 Нужен топорик. Яна, спасать топорик. А вот лучшую руку выбросил Алексей. Ну, тяжело ему. Король, может быть, восьмерка с кикером старше. А дисциплина здесь, нельзя здесь критиковать Алексея за этот пас. Чек. Чек. Семерки. Семерки королей. Восьмерки королей. Копорик нужен был. Камбэр. Хорош. Короля никто не поверил, да? Шестой тысяча двести. Я думаю, Алексей поверил в короля, поэтому выбросил. Ну, или могла быть оверпары, какие-нибудь десятки. Девятки. Плюс кол был от баттера, у него мог быть король. Мог быть фулл хаус на четверках. Так что, по факту, выбросил лучшую руку Алексея, которая на ривере еще усилилась. Но там не так важно было, что две пары с валетами стало. Но я думаю, что стратегически правильный фолд. Да, тысяча двести пока. Тысяча двести. Кол. Пас. Да, мы могли быть валеты у Карла Лагерфельда. Четыре. Мне сказали, нельзя накидывать. Пас. Пас. Давайте сыграть. Кол. Опять же, видя, что очень честно играет Алексей, ну, по карте, и без исполнительского какого-то мастерства, старается его изолировать. Разумеется, сюда будет делать ставку продолжения, если еще там какие-то тузы хай мы могли зачекивать, как на доске вот король семь шесть, туз десять. Ответил. Семерок нет, и тяжело без семерок. Логично. Понятно, что не выбрасывать здесь второй пароль Алексея. Продолжать Дмитрий не может. Здесь как раз не говорил Алексей, что, блин, ну что вы со мной делаете, придется платить. У него может вполне быть и король, поэтому чек-чек. Чек. 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 Попробует ли блефануть ривер Дмитрий? Короля, скорее всего, у Алексея нет. Да, он бы, наверное, поставил. Очень похоже, что там шестерка. Может быть какая-нибудь пара восьмерок. Но если мы здесь ставим, мы узко изображаем девятку. Но в то же время профессионал не любит на шоу-дауне, оказывается, какие-нибудь десять хай, там восемь хай, девять хай. Здесь бы девять хай было бы две пары. Ну, Дмитрий, твое слово. Чек. Чек. Нет, решил, что можете не выбросить здесь шестерку Алексея, король тоже может оказаться. Спасибо. Пожалуйста. Абсолютно симметричная история, да? Мы с вами такую же разыгрывали. Там у вас только четверка была. Точно. Шестерка. Абсолютно симметрично. Малый день шестьсот. Но я думаю, что Дмитрий продолжит также стараться оказываться один на один с Алексеем, когда хоть какие-то маломальские грабельные руки будут десять-семь, все же имеют определенное качество для игры после флопа, ну или флопа, как сказал бы Денис Григорьев и абсолютно грамотно говорящая Мария Командная. Я просто более разговорно привык называть. Вот два валета и вот это, два вальта я не могу сказать, хоть большинство так говорит, но это неправильно. А как-то на флопе мне привычнее, хоть правильнее и на флопе. Ну ладно, минутка какого-то ненужного занудства. Я думаю, один на один продолжит пытаться оставаться Дмитрий с Алексеем. Вот эти вы знаете, кто испортил Фэмилипот. Все зашли, надо посмотреть, с чем же. Так-так не посмотрим. Так ты не посмотришь. И слава Богу. Спасибо. Знаешь, а я посмотрю. Да, именно ты должна была зайти. Именно ты. Чтобы в конце сказать, я тебе малыш. Да, именно ты. Глупость совершила несусветную. Как всегда. В конце может быть даже уже и не малыш. Да. Насчет, как всегда, в случае с Марией, ей виднее. Спорить не буду, но очень много у него крутых поступков на жизненном творческом пути. Уже позади, дай Бог, еще впереди. Как минимум не меньше. Но в данном случае, действительно, Тус-8 разномастный. Играть после флопа тяжело. У него денег много, а у меня их нет уже. У Габара флэш-дро. Еще есть карты, черною мои, ты видела? А вот, кстати. А вот, кстати. А если я вот ту карту, которую докрутишь, что сейчас будет? Вы можете использовать только, покажи карту. А, сейчас, да? Да. Малыш, ну-ка, покажи мне свою карту. Она должна выбрать. А я сам выберу. Пожалуйста, подвиньте. А, ну, конечно. Какую? О, вот у левого. Вот это, да. Всем очень интересно. Вот это вообще поворот. Да, надо было черву, блин, вытащить. Так как раз-то хорошо. Я верю, что у тебя там вторая... А, что там вторая черва? Ну, так раз-то там вторая черва, король 10, дама 10. Наш туз-хай может быть лучшим. А сколько ты поставил? 7 тысяч. 7 тысяч. Не буду я с тобой. Две десятки. Да? Показывай. Туз-десят. Ай, чего он. Это было стремновато. Да, именно это слово. Если бы фишек было вот столько, или даже вот столько, я бы пришла, конечно. Так, да? В смысле? Ну, занять можно. Нет такой карточки у вас? У меня есть. Вот, займи фишек. Я бы лучше, знаешь, я бы поменял свою вот эту, но пока же карту. А, да-да-да, хорошо. В смысле, давай. Хорошо. Ну, обратно. Ну, все. Не разрешила. Ну, ладно. Страха, она справедлива. Ну, ладно. Смотрите. Да, Яна жестко не прокатила. Не очень я понимаю, что этот показ карты дал Марисе, конкретно ее рукой. Но зато карточку использовала. Пас. Бывает, что у нас завершают свое выступление участники, даже не воспользовавшись такой возможностью. А это действительно грозное оружие. Вот видишь, как нормальные люди играют. Пас. Пас. Три тысячи. Просто уже был очень большой банк. Все зашли. Там уже... Слышком сладенько хотелось забрать. Да, и карта хорошая, понимаешь? И флоп подходящий. У тебя флоп очень тебе подошел. Мне флоп не подошел. Да. Маши слова. Чек. Здесь флоп неплохо подошел обоим. Алексею десятка дает стрит. Король валит сами по себе. Хороший. Король бубновый в руке. Ну, а у Баттера две бубны. Три ответить. Пол. Он может и флэш собрать, и тоже стрит. Чек. Чек. Пять. Пять тысяч. Уйду. Ну, Баттеры как кашевики, которых обучают. Считают, что в одну ставку продолжение играть не Камильфо, не по-пацански. Ну, я немножко утрирую. Но, действительно, можно попробовать продавить. Плюс потенциал у него по-прежнему есть. Выбил руку старше. По поводу кличек. Вспомнила у нас на районе у девочки овчарка. Она откликается на кличку собака. Прекрасно. Нет, ну, мы тоже понимаем, что о ней говорят. Если собака, то... Нет, она зовет ее, прям, собака. Я думал, девочка откликается. Демножко драматичная тогда история получается. Две четыреста. Раз, две четыреста. Пас. Пас. Две четыреста. Пол. Это ошибка. Опять ошибка. Это вторая раздача. Еще три вы пропускаете. Вы сказали, пять в пасе будет. Я верю в Яну просто. Кого в Яну? Я тоже в нее верю. Я в Яну, извините, пожалуйста, вообще не верю сегодня. Получается, ничья у нас будет? Как твои шестерки себя чувствуют? Вообще сладенько. Классно? Я забыл, аж карту. Эх, опять не попал. Поставлю немного. 1800. 1800. Надо? Я не знаю, как хотите. Класть? Я не знаю. А пока фишки не на столе не считаются? Не знаю, я сказал 1800. А то и считается, да? Конечно считается. Кол? Кол. Все, проиграл. Я сейчас семерку не открою, проиграл. Эх, опять же. Подходим. Да, все, коррек. Чек. Беги. Чек, да. Да бегу я уже. Я на флопе хотел убежать. На облифатах. 4 тысячи. 4 тысячи ставка. Сдался. Пальс. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Может, споем что-нибудь? Чего садим? Черный ворон. Что ты вьешь сильно. Лучше, чтобы повеселее, мне кажется. Я вот не умею. Пропускаю, да? Ну, как получится. Мне кажется, да, еще три. То есть, хороший все-таки зайдет. Надо изменить решение. Мало ли, сейчас дамы зайдут. Не короли. В прошлом составе у нас Томас Мрасса исполнял и не одну комбинацию. Не одну комбинацию. Не одну композицию. Алексей, разубийца, тоже может много что спеть. Ком? Ну, и у несчастного в случае веселых песен тоже хватает. Ну, больше как раз тех, у которых есть о чем задуматься. Пас. 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 Мы вдвоем, что ли, по-моему? Нет, Саша еще. Не, мы вдвоем. Я вообще не играю. Так, мы уже сегодня видели. Король 5 против валет 10. Как хорошо. Так жалко было выкидывать. Страшно. Ну, вернее, в прошлом выпуске. Раз, три, пятьсот. Раз, три, пятьсот. Когда две пары в две пары. Но здесь мы до терна можем не дойти. Не успеет короля Дмитрий посмотреть. Нет, смотрите, доходим. Ну что, неужели король на терне? Лучше пятерочка. А, скучно. Чек. Чек. Экшн киллер. Флэш закрылся. Она хорошая актриса, если что. Я точно знаю, что у нее ничего нет. Все у меня просто. Чем крупнее ставка, тем больше правильнее. Ну, кстати, да. Если мы говорим о талантах, Екатерина профессиональная актриса. Я ни с чего не знаю. Пусть и больше эпизодических ролей, но в крутых сериалах. Я так и умею на всю шиковать. Не, ну, на самом деле... Рядом с ней как раз реальные пацаны, с которыми она знает, как обращаться. Подсказка. Ну, четыре тысячи. Пас. Четыре. Пас. Я-то думала сейчас там. Чисто сидит игру делает нам всем. Катала. Катя? Слушай, я, нет. Про Дмитрий мне встречает, нет? Кто у Дмитриева? Кто делает игру? Кто может делать игру? Ну, я говорю... Управляет столом, как хочет. Да. А вы моими фишками. Непонятно, что лучше. Да, Дмитрий сейчас пока только на четвертом месте. Но все это такие позиционные маневры небольшие. Спасибо. Даже для Марии ситуация пока не является критичной. Тысяча шестьсот. Тысяча шестьсот. Большая? Крупная. Три двести. Три двести рейс. Поддержим. Я нет. Пас. Кал. Опять тус-восемь разномастный у Марии, но в этот раз, я думаю, флоп она сварить не будет. Конечно, Дмитрий будет переставлять. Четырнадцать. Раз четырнадцать. Спасибо. Екатерине надо калировать. Это за игра такая. Четырнадцать. Это покер. Но ты еще можешь позвать? Вечерний покер. Меня ставим конец. Очень короткий. Ребят, там тридцатка лежит вообще. Вечерний покер. Мало. Сравни с другим. Один улыб, будешь шестьдесят. Хочешь обратно, мне кажется, забрать фишки. У меня хорошая карта. В смысле хочется? Сто процентов. Я хочу забрать обратно и еще сверху ставка. Такую можно же ставку на любой с другой стороны сделать. Просто агрессивный. Очень агрессивный. Слишком агрессивный даже, как будто бы, правда? Пока неизвестно. Не знаю, но четырнадцать ошибка дорого. Даже с моей карты. Да, наверное, пас. Ладно, будет правильно сделать пас. Пас. Ваши слова. Ну, я запомню минуту, которую смотреть. Поэтому надо будет глянуть, что там было. Это с дамой было. Серьезно? Восемьдесят тысяч и шестьдесят. А где? Десятки. Десятки? Очень даже неплохо. А чего? Парь десятки. Выкинула десятки? Ну, четырнадцать тысячку. Да, я не умею только играть по четырнадцать тысяч. Честно, я честно признаюсь. Четырнадцать тысяч – это десять даже меньше, чем десять ПБ. Что, надо было калину? Да, надо было пушить его. Ещё пушить? Пушить, да. Ну, у тебя рука как будто… Ну, пушь – это перебор, конечно, шкалировать надо. Чуть-чуть сильнее, там где-то пятьдесят один на сорок девять, да, рука у меня? Не знаю. Может доходить до пятидесяти семи на сорок три, зависит от мастей. Десятки-то блокируют стриты. Надо было калину. Если была пара десяток, надо было калину. Четырнадцать стоишь, да, была пара десяток. Значит, надо было калину. А у меня первая, да? А что? Ну, конечно, шкалировать, переставлять в такой игре не обязательно. А кол с позицией. Позиция обязательно, но можно и понять Екатерину. Жалко, и не хочется в большие банки играть. А нет, а как играть, до десятки выкидываешь. Какой смысл четырнадцать? Я не знала, что надо калировать четырнадцать тысяч. Почему такой огромный рейс? Он не огромный. Да, ну вы шутите. Ну, звучал просто для этой игры огромный. Показывай, это за короли. Неплохо. С победой вас, спасибо большое. Очень много. Обещающая карта была. Семьсот тысяч шестьсот. Вот сейчас я ее поставлю. А как десятки можно выкинуть? Ну, потому что четырнадцать блендов, мне кажется. Ой, четырнадцать тысяч, как будто большое. Два калировать, да? Да, два калировать. А если там два валета, два дамы, два короля? С другой стороны, огромная ставка. Если там два валета, два дамы, два короля, то получается, не надо калировать. Нет, как будто бы слишком большая ставка. Смотри, это очень просто. Старше калируешь, не старше выкидываешь. Простейшая игра. Так я не научусь играть. Чувствуй, что твое ставишь. Чувствуй, что не твое выкидываешь. О, хорошая толпка. Все. Вообще не вижу ни одной этой. Тоже кол. Кол. Не вижу ни одного противоречия. Кол. Чек. Ну все, наконец-таки мое. А то семерку сейчас укроют, если точно мое. Ну я уже давно ее не был. Я ждал ее долго. Иди, она. Ваше слово. Чек. Ваш. Даун стрик. Первый раз Дмитрий говорит про то, что ему нужна та карта, которая ему на самом деле не особо нужна. Ну хотя К5-4, там 7-6-3 может. Две тысячи. Хороший полублеф Алексея. У него двусторонка, без восьмерки или валета, здесь все сдадутся. Ну или двух червей. У Кати туз червовой не хочет выбрасывать. Вот она не дотерпела, смотри. За две тысячи не дотерпел родненькую. Ну мое, все. Цена от счастья две тысячи была. Еще и фишек, даже не рублей. Чек. Она была... Две тысячи. А кто хотят? Боже, три. Три тысячи ставка. Ну абсолютно лысую. А дальше не помню текст. Но это в любом случае не про Екатерину. Девять восемь. Девять десять. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Хорошо убежала, да? У нас девять десять из плиты собирают. Ты заметили? Тогда опековую собрали. Чек, чек, чек. Все, кстати, пять раздач прошло. Пять раздач прошло, можно не выкидать. Семьсот, тысяча шестьсот. Четырнадцать тысяч, это десять, ну и тридцать. Я до сих пор про десятки думаю. Я все думаю, я теперь не усну, ты понимаешь? Ух ты, сто двадцать девять. Тысяча шестьсот, пожалуйста. Так это он тоже про твои десятки думал. Как так? Как можно было? Я вообще абсолютно спокойно. Страва. Поставьте, пожалуйста, тысяча шестьсот. Да, конечно, что спокойно, того сорокдесят. Дашу прощения. Да, согласен. Пас. Е-мое, любимая зашла, наконец-таки. Три двести. Рейс, три двести. Дал ее, не знаю, до три уже. Пас. Пас. Ну, правда, любимая зашла. Пас. 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 Семь, которая? Нет. Вот раз вы не играете, не покажу. Начался облеп. Это, кажется, у всех есть любимая карта. Да? Теперь я буду верить в десятки всегда, до последнего. Который ты сбросила, Трушливо. Трушливо сбросила и верить? Я трус, да. Они в тебя верили, а ты в них нет. Еще предчувствие хорошее было, слишком ставка большая. Какое предчувствие было? Пречувствие, что там еще потом десятки купили. На четырнадцать день. Там так и было, там десять валет-король ложилась с доска. Добрый парень. Дмитрий, а потом она спаривалась. Еще одна десятка приходила, и Карев-стрит. Сейчас блюфую, сразу говорю. Пас. Кол. Кол. Кол это слабость, уже говорили об этом. Да, не слабость. Пас. Пас. Я подсыпаю немножко слабости. Блин, где же моя семерка? Севен. Севен. Да е-мое. Как играть, когда в доски не попадаешь? Все время блефовать не получается. Но здесь мы увидим определенный экшен. Трипс против флэш-дро. Кол. Кол, да? Ну, с вами и так много играют. Большое слово? Пять. Пять. Кол. Кол. Все по валету, что ли? Девятка треф. Нет. Большое слово? Пять. Пять. У нас же Габар любитель трэш-контента. Вот все и хочется какую-нибудь жесть тут от Яна увидеть. Нет, не угадал. У меня валет был. 800? Честно? Валет круто. Валет это круто. Десяточки мои. Ой, Кать, я тоже за игру два раза сбросил победную комбинацию. Да? Блин, при чем такую прямо? Обидно. Кранты. Кранты. Ну, сбрасывал-то правильно. Спасибо. По розыгрышу. Спасибо. Смотри, что я уже там раз замазался. И отгрузил. Я отгрузил туда. Что происходит сейчас? Блайнд только стоит. А, тут все пацаны. Да, мы все пацаны. А и блайнд у нас 1600, да. О, пацаны просто блайндом. Чек. О, стритц флопа. Красавчик. Красиво жить не запретить. 2500. 2500. Валет у нас не червовый, но есть семерка. Есть ауты на стрит. Да, одну заплатить вполне логично. Позиции. Я думаю, Дмитрий будет ставить плотно. В надежде, что там шестерка, тогда вообще джекпот. Что, может, там десятка с чем-то. Да, почти банк ставят. Я думаю, что там две червы. Десятка есть. И шестерка есть. Стритц флопа. Это надо научиться просто. Конечно. Это мастерство. Это самое главное мастерство. Могом прочитать книг. Простите. Вы пропускаете раздачу. Яна случайно перевернула одну из карт Габара. И в итоге у него две... Это срезная. Да. Ну, чаще всего так случается подстава. Должен был Габар получить руку 8-6. Вместо этого получил две восьмерки. 1600. 8-6 он, возможно, тоже играл бы. И там, я не знаю, какая первая была восьмерка. Шестерка я не видел. Червовый перевернулся. Ай. Блин, такие нельзя. Ну, вот сейчас было бы у нас выставление, если бы Мария сыграла рейс. Габар, возможно, две восьмерки не выбросил бы на 20 блайндов. Такого дома не было. Но Мария сыграла просто кол. Идем смотреть флоп. А так могло произойти изменение. И ваше первое слово. Чек, чек, чек. И сейчас все очень непросто. Для нашей бизнесвумен. Я поставлю 2000. У нее лучшая рука, но обратите внимание. По эквити баттер старше. У него стрит флэш-дро. Шесть. Рейс-шесть. Восьмерки дисциплинирован шли в пас. Пошли желтые. Ну, Мария пока играет кол. Все-таки все за лип заходили. Там 9-2 могут оказаться. Может, тус-два. А вот и флэш и стрит у баттера. Ну, не стрит флэш, но все равно победная комбинация. Хороший чекбэк от Марии. На ривере баттер будет добирать. Целить в девятку или в туза. Смотрит, сколько ему здесь Мария готова будет оплатить. Чек-рейс. Чек-чек терна. Ставка ривера. Ол-ин. Ол-ин. Жадный баттер. И моментальный пас от Марии. Вот здесь бы пригодился и возможность ставить карту. Стрит флэш. Нет, нет. Флэш просто. Молодец, что показал свою руку. Рождался. Хорошая. Ну, крутейший пас Марии. Крутейший для непрофессионала. Ни секунды не думая. Семсот, тысяча, шестьсот. Хорошая комбинация. Ну, понятно, что человек сыграл чек-рейс и закрылся флэш. Закрылись какие-то гадшоты. Но, может, он в блеф решил превратить руку типа... Там же доска спарилась еще на ривере. Ну, в общем, какое-то совпадение с гадшотом. Туз-5-2 было. Может, он так руку 5-4 сыграл. Да, натерни две пары. А нет, Туз-5-4-2. Девять. Какая доска спарилась. Ну, 6-5 какие-нибудь с флэш-дро. Я не знаю. Хотя 6-5 с флэш-дро. Это флэш. Вот я когда кручу, но мы профессионалы. Ну, я когда-то был полупрофессионалом. Всегда себе пытаемся что-то придумать, если разыграли нашу руку так, что скрыли в силу. Ох! Час от часу не легче для Марии. Две семерки против двух девяток. Баттер будет рейзить. Он готов выставляться против такого стека Марии. 7. 18 блайндов у нее. 15 даже. Ну, ребят, с вами было хорошо. Да я тоже зайду. Все все ясно, поэтому... Что доедет? Да вы кладите десятку, конечно. Ничего не ясно. Все доедет. Ничего не доедет, но ничего не ясно. Сейчас будет утроение. Подождите. Утроение. В следующий раз может пускай доезжает. Ох, ох, ох. Кого-то седет. О, же мой. Да. О, же. Чек. Я думаю, он здесь. Чек. Чек. Ну, я, конечно, пойду вон. Молодец. Мария может выиграть сейчас. Да, моментально баттер выбрасывает карты в пас, потому что у Марии может оказаться тушь, может быть, десятка. У него еще за спиной Габар, у которого, может быть, тоже тус или десять. Класс. Я был ин, тус, там тус. У меня офигенно, не надо заниматься. Сколько там вообще банк сейчас? Нормально. Спасибо. Победа. Вообще, да? Благодарю. Еще посидим. Представляете, при флоп-ал-ин Мария вылетала бы, если бы семерка не пришла. Ой, простите, пожалуйста. Ну, там дележка могла про девятки нарисоваться. Флоп вообще не сексуальный. А вот за счет такого розыгрыша выбило девятки. Не нравится такое? Как ты можешь так говорить? Нет, дешевле. Я смотрю, я должен за десятки смотреть. Ту-сту здесь. А, да, макаролька стола. А у тебя карманная пара была? Карманная пара? Карманная пара, да. Хорошая? Хорошая. Я думаю, что десятки. Вот это было бы круто. Да, никто десятки сегодня выкидывал на 14 тысяч. Говорят, хорошая. Ты же сказал, что уже их не выкидывают. Да, правильно. Я же говорил, есть кто-то выкидывает, но это... Все. Сейчас я их реализую. Делов не будет. Так, необычайно. Ты что, что, погоди? Кол, наше слово. Я поставлю три двести. Все, какая? Открыли ящик Пандора. Что там начали? Пандидоры. Смотрите, три руки подряд. Пас. Туз король, две семерки, два туза. Пас. С дым королем мы, правда, проиграли, но из-за того, что рейс до флопа не делали. Хотя, если бы мы сделали... А, ну мы бы с восьмерочками выставились бы, и там выиграли бы восьмерок. Ну, что, держись. Держись. С семерками сложился удачно, с тузами. Рейс, конечно, лучше покрупнее, но все равно бы Дмитрий не выбросил даму валет мастевые. Чек. Здесь уже могут и выставиться, но, наверное, не на флопе. Три тысячи. Ну, конечно. Ну, доска уже неприятная, на самом деле, после колы Дмитрия. Мы, наверное, старше. Подгружайся где-то знания. Там мог отказаться король валет. Чек. Скорее мастевые, но, может, и разномастный зашел бы Дмитрий против Марии в позиции. Король валет, это уже шнадцать комбинаций. Дамы десять мастевые. Все, еще крырнулось. Мария играет в блавкетч. У меня еще над собой, над домой, с собакой гулять. Яна, спарь доску. Пятерка на ривере. Блин, ну это Яна. Я чек. Чек. Ну, смотрите, Мария у нас нашла уже один классный паст, тузом-королем, причем и ментальный. Вопрос в том, насколько здесь будет жадный Дмитрий. Он понимает, что там минимум есть какая-нибудь рука типа туз-10, может быть, короли, может, какие-нибудь туз-дамы. Теперь давай поговорим. А можно мне выйти в туалет, дойти до коморки, спросить, какая у него карта, вернуться? Конечно, можно. Твоя карта технику. Слушай, я, наверное, пасанул, но я просто хочу тебе показать, как бы, что-то. Что-то оценил. То, чтобы ты мне показал. Если ты мне покажешь, то я, конечно, пасанул. Я слышала про этот трюк. Если быстро соглашается, значит, ничего нет. Мне рассказывают. Я пас, я пас. Пас. Покажешь? Да. Конечно, пауз. Спешечки придвинут. Да ладно. Крутой пас. Нет. Спасла свою старту. Да, молодец, Мария. Хороший пас. Ну, мне кажется, мы сегодня силу воли тренируем, на самом деле. Подряд выкинуть туза короля и двух тузов, когда тебе так не складывается, не раздают карты. Мария крутая. Маш, выкинуть двух тузов на любой самой страшной доске для любого любителя – это силище. Как ты на это решилась? Помнишь, мы встречались до начала игры, и ты меня спросил, какая у меня будет тактика? Я сказала, прикидываться дурочкой. Так вот, ребят, эта тактика тут не работает. Честно говоря, я когда шла сюда, я думала, что будет сильно легче. Ну, то есть я не готова пока, на мой взгляд, играть за этим столом. А почему я скинула тузов? Ну, как бы очевидно было, что на столе же стрит, и поэтому мои два туза не играли. Но я, на самом деле, очень злюсь на себя, потому что, конечно, мне нужно было сразу на префлопе идти all-in, забирать эту раздачу и чуть-чуть, пусть чуть-чуть, двумя тузами, но увеличивать свой стэк, а не уменьшать его до каких-то там позорных, я даже не хочу эту цифру называть. Но чуть раньше на страшной доске туз-туз-десять ты запихнула две семерки. Там не страшно было? Нет, потому что, мне кажется, была другая игровая ситуация, и стэк был другой, и в целом... Но сет – это вообще моя любимая комбинация. Слушай, мне сегодня не идет карта. Друзья, там не было сета, там было туз-туз-десять, а у тебя две семерки. Я и говорю, что я хотела бы ждать сет, то есть я в целом, если у меня карманная пара, я готова чуть ли не до Ривера ждать сет, хоть это и неверно, но, понимаешь, как бы... Я очень много сегодня принимаю решений, которые, наверное, со стороны выглядят, ну, совсем глупыми, но, как бы, одно дело, когда ты сидишь, играешь с друзьями на фантике, а другое дело, когда ты сидишь под камерами, играешь с людьми, когда у тебя здесь сидит профессиональный игрок, здесь у тебя сидит Алексей Кортнев, здесь сидит Катя, который везет, реально. И, как бы, вот в такой диспозиции надо уметь играть. Я, к сожалению, пока играть не умею, но... Я к тебе там уже один раз обращалась, мне кажется, что мне правда сегодня не идет совсем. То есть, да, у меня была карта, у меня была раздача 2 туза, но в целом, кроме нее, у меня была еще сильная рука 2 вольта, кроме этого у меня не было ничего. За всю игру у меня не было ничего. Но другое дело, что Дмитрий там играет 10-8, собирает стриты и прекрасно себя чувствует, я так не умею. Вот и все. Я тебя знаю уже больше 10 лет, но такой молчаливый и неразговорчивый я тебя не видел ни разу. Почему притихло? Илюш, а потому что мы все взрослеем, и последний раз мы с тобой виделись сколько, 5 лет назад? 4, наверное. Просто кто-то взрослеет, кто-то нет, я да. И все, ты притихла? Да. Совсем? Да. И не скучно? Нет. А окружающим скучно? Это их проблемы. Будем справляться. Дим, ну разве это честно? То есть ты профессионал, но при этом раздают так, что ты ушатываешь двух тузов? Ну конечно честно. Я же старался. Я же платил деньги. Ну нет, она молодец, конечно, тузовикинала. Ну доска, конечно, очень сильно ухудшилась для нее. Но сыграла она хорошо. А как выбирала размер ставки? Потому что в банке было столько же, сколько у нее оставалось примерно в стеке. Ну Алына она же не заплатит. Хотела, чтобы заплатила. Ну и если вдруг заплатит, чтобы не вылетала. Ну и совсем доска плохая была. Я думаю, сегодня реально там тузы королит, заплатить такую большую под Алын. Я знаю, там в банке было 32 тысячи, там что-то такое было. Ну плюс-минус, я уже не помню. Я 14 выбирал, чтобы заплатила, но и в игре осталось. Ну и просто было понятно, что там скорее всего нечем платить. У меня просто слишком сильная была. Ну да, очень разумная, конечно. Вот опять, да, это прям серьезно. Карманные тузы. Не делать и нет. Да, да. Это прям хороший пас был. Ну в любви мне уже повезло, я надеялась, что сегодня тоже. Но нет. Но в любом случае Мария королева пасов. Да, вот помните, как у нас Александр Мостовой там с пасом все классно. Когда футболисты играют, рифмуются. Конечно, доска ухудшилась сильно, но все равно ты за... Мария королева дисциплины. Ужасно тяжело. Доска испортилась ужасно. У меня прям вот максимально не было. У меня тоже хорошая была. Так, ну у Дмитрия второй раз две семерки за этот час. Лимитный холдом. Рейс шесть тысяч. Ну, а сейчас походу после раздачи в Индии у кого-то. Я пас. Пас. Да, конечно. Куда ты вот лезешь просто в петлю? Это ж не кол, не рейс. Шесть. Я, конечно, должен выкинуть на шесть. А что ты хотел, что тебе сколько еще поставил? Ну, если я рейс-то, он должен быть, ну, хотя бы там, не знаю, ну, десять тысяч. Он должен... Не, ну, просто в чем идея? Ну, ладно, ладно. Я просто не умею пакеты такие большие фишки ставить. Буду знать, что у тебя надо двадцать раз упрекать. Яна! Все. Чек. Яна, Яна, что ж ты так не любишь своих коллег по цеху? У него может быть. Все, что угодно. Катя, уходи тоже в подконтроль, как Мария. Умеет вот так. Сначала одну девчонку Яна засадила с тузами, теперь другую с валетами. Любимая. И все, Дмитрию? Все, Дмитрию? Ну, что тебя не пугает, что там эта маяк открылась? Вообще не пугает. Понял? Я хороша. Ну, что не пугает, 141? Ну, это я думаю на самом деле, а так все хорошо. На пульсе 80 не думали, да? Там еще так, кокетничаю. Давайте, рейс, ну, шесть. Шесть тысяч, так. Стэки глубокие. Катя показала, что у нее сильная рука. Возможно, тузы, может быть, короли. Ну, туз король, может быть, конечно, бубновы. Да, поэтому Дмитрий играет рейс позиции. Что у тебя там такое? Ну, мысль в том, что он не ждет, что, например, если Катя вдруг так сыграла, то с валет, что она будет второй баррель ставить. Делаю пасту, потом скажешь, зачем. Здесь он сразу хочет добрать с тузов, с королей, с туза дамы. Может быть, туза короля, туза дамы бубновых. Видите, даже валеты готовы платить. Ну, сложная ситуация. Здесь ставка продолжения. То есть, Дмитрий был прав. Конечно, до флопата 3-бет нужно было делать гораздо крупнее. Но если быть результат ориентированным, две семерки он бы не выбросил на 10 тысяч. Пожалуйста, хватит. А можно уговорами? Хватит доведить. А красный-то после 106-10, интересно? Я не знаю. Пойдем доведим, пожалуйста. Дима, я приехал куда-то. Можно гугл на дизайн? Когда это делал, он хочет ставить. Да, блин! По флешу ты ставишь. Я сам боюсь. А зачем ты так делаешь? От страха. Да ну, Дима, так нечестно. Ты же крутой. А я тут просто пытаюсь что-то изобразить. Я не готова 18 скалировать. Даже на самой хорошей карте, когда флеш уже. Флеш самый хороший. 15-го. Не-не-не. Сейчас еще и плакать начинаю. Ну, пас. Пас. Что у тебя было? Я тебе сразу сказал, что у меня нац. Что? Ну, что? Вот, угадай, какая рука у меня может быть, если это моя любимая семерка? 7-7? Конечно. Два валета. Две семерки. А у тебя флеш, что ли, было? А что у тебя было? Два валета. Чуть-чуть бы поаккуратнее. Все-таки сломки жесткие. Дмитрий. Ну, молодцы, девчонки. Обе сделали классные фолды. Все в игре. Вау. Состав, конечно же, огонь. Госпожа удача тут всегда где-то рядом. Дилер с новой колодой. Мысли приводит в порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Мне все покер. Я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале. Этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно захотит масть.